Эй, я не виноват, арестуй того, кто сидел за клавиатурой! С розыском и нам ткнул в лицо, теперь придется все разъяснять ему. Разумеется, он нам не поверит, скорее всего, или поверит наполовину? Ну, чего можно ждать от этого чертова, не доверяющего никому? Чувака, любительниц, потыщите в кого угодно револьвером. Вперед! Рекомендую, кстати, перед началом рекомендую. Просто нажмите на кнопочку подписаться на колокольчик, а то 50% тех, кто наши видеоролики смотрит, 50% смотрят его без подписки. А так вам этого ничто не стоит, так вы и новых видео узнаете первыми, и нашу семью пополните, и меня примитивируйте. Ну, а так, вперед! А теперь вперед! Что-то ледяное уткнулось мне в живот. Дуло револьвера, кто бы мог подумать. Так не пойдет. Я отступил. Это было в кабине грузовика. Меня ищут на той стороне. Я не знаю, что натворил. Совершенно ничего не помню. Я снова отвернулся к окну и крепко сжал зубы, стараясь взять себя в руки. Яков разглядывал меня. Меня чувствовал, как он изучает каждый миллиметр моего лица, пытаясь найти в нем что-то подозрительное. Что ж ты такого мог натворить? Наверное, ничего хорошего, раз меня ищут. Ну, кстати говоря, тебя могут искать и без причин. Кстати говоря, та военная, когда нас насла, вообще смотрела на тебя не как на какого-то преступника, а как на просто какого-то потеряшку. А может, наоборот, ты им нужен? Он задумался. Гадать бесполезно. Все равно Вагнер обещал разузнать про меня. Но пока он не торопится этого делать. Это не так просто. Или он в этом не заинтересован? Мы замолчали. Из приоткрытого окна доносились тихие звуки. Стрекота сверчков, стрекотание сверчков, уханье ночных птиц, кваканье жаб и шелест листвы. Я оставлю листовку себе. Она еще пригодится. Может, отдашь мне? Да не. Такой компромант тут хрен тебе отдаст. Он теперь будет этим нас шантажировать. Еще сильнее нам руки скрутит. Если раньше мы могли просто послать его нафиг и не полагаться на него в расследовании, теперь он нам будет руки выкручивать. Скотина. Сейчас я, кстати говоря, сейчас я пью воду. Кто хочет узнать, а то у меня постоянно в каждом видео я что-то пью. От какао, чая, цикория и кофе до вот сада обычной воды? Ни за что. Вернемся и перевернуть к первоначальной теме нашей беседы. Я все еще жду объяснений. Почему ты расследуешь убийство Бернальда Шульца? Как мне быть? А вот и вариант. Да, как я предполагал. Вот скажу так. Во-первых, отпираться нам... Во-первых, что я скажу. Даже если я именно понимаю, что нам нужно врать, чтобы соблюдать договор с Вагнером. Во-первых, Вагнер сам по факту является манипулятором, он нас также связал с сетью. Это во-первых. И он еще более опасный, чем Яков и эти товарищи. Они еще более-менее к нам присматриваются, а Вагнер реально расценивает нас как просто рабочего. Он ничего нам не объясняет вообще. Если от этих друзей еще что-то можно выпадать, ну максимум из всех вот этих вот, там, Руф, других, они все поддаются, кроме Якова. Но у Оливера еще, возможно, каким-то окольными путями. Вот. А Вагнер нам ничего не говорит и видит нас как вещь. А вот те товарищи наши уже видят нас уже не как прям врага. Как говорится, я вот предпочту... Я бы на месте неба предпочел бы объединиться с ними против Вагнера, так как он, мне кажется, больше угроза. Вот. Да и вообще, вот. Во-вторых, Яков сразу распознает в нас ложь. Мы неподготовлены, мы растеряны, а это значит, мы не сможем собрать свое лицо воедино и нормально все это рассказать. Нас все равно... Он все равно поймет, что мы ему солгали. И тогда надеяться хоть на какое-то доверие с его стороны бесполезно. При том, что, опять-таки, третий вариант, третья причина, он нас держит за жабры. Пока что лучше поддаться. Да и вообще, я сам все-таки сказал бы правду, опять-таки. Из-за этого действуем вот так. Я сохранюсь, кто знает, что будет. Но сейчас мы просто сказать правду. Все, скажем правду. Я развернулся к окну и уставился на тонкие стебли деревьев за стеклом. Нужно подобрать слова, чтобы мое откровение не слишком разозлило Якова. Бросив быстрый взгляд на меня, он прислонился плечом к одной из полок и посмотрел в том же направлении, что и я. В чем дело? Бернальд Шульц интересует меня не просто так. Я расследую его убийство, ищу преступника. Ясное дело, но зачем это тебе? Я вздохнул, ладони начали потеть. Я делаю это не для себя. Меня попросил Вагнер. Яков нахмурился, а я продолжил. Не только это, он приказал мне смотреть за вами. Шпионец? Да. С самого начала я не совсем у меня правда амнезия. Я пришел не ради шпионажа и не стал бы этим заниматься, если бы не просьба Вагнера. Ты мог отказаться? Нет, его просьба звучала как приказ. Я не мог отказаться. Яков промолчал. Яков помолчал. Кажется, он был удивлен и несколько озадачен. Я не торопил его и собирался с мыслью. Поэтому он тебя прикрывает. Да. И на кого ты успел донести? На некоторых. Ничего серьезного. Я не сказал, ведь плохо вас знаю. Яков нахмурился. Я... Подожди, мне надо подумать. Может, прямо сейчас ты пытаешься меня запутать. Я не... он приложил палец к губам. Я умолк. По лицу Якова читалось, насколько сильно он был напряжен. Почему ты все-таки рассказал мне об этом? Знает ли кто ты еще? Нет, никто. Вагнер запретил рассказывать. Расследование должно проводиться тайно. А тебе рассказал. Мне кажется, ты знаешь куда больше, чем говоришь. Яков поднял брови и с неискренней иронии посмотрел меня. Ты ходишь по казарме, настойчиво расспрашиваешь о Бердальде Шульсе. В любое время дня посещаешь архив и полагаешь, что хорошо выполняешь приказ о секретности? Я... Я знаю. Из меня получается плохой детектив. Возможно, я... Я не успел договорить. Меня перебил Яков. Ты больше похож на солдата, а не на детектива. Немо. Это очевидно. Возможно, но для солдата я не очень выносливый. Думаешь, при нападении на наш лагерь ты неплохо сражался? Может, может, сказался шок? На тренировке я чувствую себя слабым и не доспеваю за другими солдатами. Наверное, сержант Лемон значительно строже трениров в других частей. Сомневаюсь, нормативы везде одинаковые. Теперь настала моя очередь задавать вопросы. Почему ваш отряд называется специальным? Он стопроцентов нам хрен ответит. Ну, конечно. Он нам не ответит ни хрена. Это он нас допрасывает, а не мы его. Хрен ответит. Яков хмуроу ставился на меня, некоторое время пристально рассматривал, а потом неожиданно выпалил. Я бы хотел, чтобы ты помог нам с этим разобраться. Я опешил. С чем? Со специальным отрядом. Ты серьезно? Хочешь сказать, что сам этого не знаешь? Я такого не говорил. Мы замолчали, разглядывая друг друга и пытаясь понять, что происходило в чужой голове. Подожди. Он сказал, через некоторое время Яков снова задал несколько наводящих вопросов в моей сделке с Вагнером. Иногда он их переформулировал, наверное, стараясь проверить, правду ли я говорил. Мои ответы были честными, я почти слово в слово пересказал нашу с Вагнером беседу. Признался, где спрятал фотографию с протоколом, который получил от командира и поделился своими мыслями. Наконец я рассказал ему все. Яков то и дело хмурился, крутил в руке револьвер, будто борясь с желанием прицелиться в меня. Ему так прям не нравится, что ему правду говорят, я просто не знаю, это типа его, это нас, он настолько манипулятивен, что если ему говорить правду в лицо, он вообще, у него начинает все ломаться прямо. Ну, отчасти я понимаю, потому что в нашем мире точно так же. Если ты увидишь человек, который бескорыстен, прям работает бескорыстно, все подумают, сразу будут думать, что 100% где-то там спрятана какая-то выгода. Хотя это отчасти в мире, в нашем мире сейчасшнем, капиталистическом так и делают. Главное, чтобы тебе было в чем-то, в чем-то ты получил для чего-то выгоду. Только тогда ты это будешь делать, только если тебе дадут какую-то выгоду в виде награды за работу. Бескорыстно работать это удел бедняков. Я не мог понять, верил ли он мне или искал лазейку для привычного подозрения. Скорее всего, он просто ошарашил. Еще Вагна рассказал, что вы следите за мной и все ему докладываете. Так и есть. Преданный своему делу Оливер записывает каждый наш шаг. У него такая работа. Да, и он ее, и он ею наслаждается. Яков немного помолчал. Элиас предполагает, что командир что-то о тебе знает. я нахмурился. Не буду скрывать, мне приятно, что ты сам решил раскрыться. Это не свойственно шпионам. Разве что это очень, разве что очень плохим. я оценю это. Правда. Выходит, я плохой шпион и детектив тоже. Или наоборот, очень хороший. Смотреть, племеть кажется от Якова. Яков поднял брови и сподлобья посмотрел на меня. Лунный свет мягко обволакивало в лицо, оставляя яркие блики на взъерошенных волосах. На некоторый миг показалось, будто его глаза посветлели. Но присмотрев же внимательнее, заметил, что это всего лишь игра света. Глаза Якова оставались черными и смотрели прямо в мое нутро. Я поежился. Мне не нравится, что повсюду столько интриг. Стоит разгадать одну, как появляется следующее. Может большинство из них ты сам выдумываешь? Нет. Я пытаюсь предупредить беду. Чтобы разобраться в чужих интригах, приходится плести свои, как сейчас вместе с тобой. Ну, блин. Я с этой стороны посмотреть отчасти отчасти он реально о своем обтряде, о своих товарищах он заботится. Реально отчасти даже уважение ему можно высказать, потому что несмотря на все свои подозрительность получается, одна является напускной. да, я помолчал, а потом решил немного польстить Якова, чтобы расположить его к себе. Зря. Он легко распознает лесть. Легко. Отчасти в этом можно ему высказать уважение за то, что он реально волнуется о своем отряде по-настоящему, как о своих товарищах. Они ему не безразличны. Брось из-за этого он может так сказать для безопасности решил отдалиться ото всех и плести интриги, чтобы вообще никто к нему не подходил. Странно, из всех людей именно ты разгадал кто я, но тем не менее согласился мне помочь. А, не знаю, это можно посчитать лестью? Ну, может первую часть фразы. Он тут же попался на мою лесть. Я же говорил, что вижу тебя насквозь. Это всех касается. Почему ты никому не веришь? С тобой случилось что-то плохое прежде? Не ответит. Яков прищурился. Какая разница? Да нет ничего такого. Просто хочется, чтобы ты тоже поделился со мной секретами в обмен на те, что я тебе рассказал. Я предложил помощь. Этого вполне достаточно. Моя дедукция тебе необходима, а мое прошлое не имеет к делу никакого отношения. Разговорить его не получится. Он мне не доверяет. Ну, как очевидно. Я положил руку Якова на плечо и словно желая предотвратить его возможное бегство. Ты же сделал это специально, верно? Ха? О чем это ты? О разведке. Ты испачкал вражескую униформу, чтобы не ехать в их лагерь. Я тебя не понимаю. Но я его не слушал. Ты кого-то оттуда знаешь? Или испугался? Ты несешь чушь. Значит, я прав. У тебя в голове нарушена логическая цепочка. Ну, а счастье он может быть прав. Может быть, ты не боялся никого, а просто нас опять-таки проверял. Странновато, что ты испачкал. Если ошибаюсь, расскажи свою версию. Я впился в якобы глазами. Не позволю себя обмануть. Он тоже уставился с вызовом, словно вот-вот одержит надо мной победу. Не люблю войну и сражаться ненавижу. Будь я в другой реальности, я бы сбежал. И от войны, и от людей. И это ото всех. Я кивнул. Мне тоже не нравится война, но еще не понял, от чего стоит бежать. Пока только гоняю за своими воспоминаниями, и мне не важно, какую цену придется заплатить, чтобы их вернуть. Яков ухмыльнулся. Тебе проще начать новую жизнь и создать нового себя, чем гоняться за прошлое. я не ищу легких путей. хочу продолжить жить, а не начинать. Продолжить жизнь, а не начинать ее. То есть, если ты узнаешь, что пришел сюда со стороны врага, вернешься обратно, даже если проникнешься нашей философией. Я? Я растерялся. Да, скорее всего вернусь. и ты убьешь меня, убьешь Оливера, Ганса, Элиаса, Руф и так далее. Эй, я не собираюсь такого делать. Тогда позволишь это сделать другим? Ничего подобного, хватит. Но вообще-то ты сам сказал, что ты вернешься на сторону врага. Это по факту. Надо было по-другому сформулировать, что ты вообще уйдешь в мирную жизнь. Бросишь ими на военную форму и будешь жить как обычный христианин. Яков сделал невинное лицо. Но это могут быть последствия вернувшихся воспоминаний. Хотя даже интересно, как ты поступишь в такой ситуации. Твой выбор поможет мне наконец узнать, кто ты на самом деле. Эй, прекрати! Я могу оказаться и обычным солдатом, только пришедшим сюда из другого лагеря. Ты придумываешь мне фантастическую судьбу. Такую же фантастическую, как и твое появление здесь. В этом не было ничего особенного и хватит, я не намерен больше это обсуждать. яков улыбнулся, прищурившись. У меня появилось едва заметное ощущение, будто он наслаждался моей растерянностью. Или это очередная проверка? Фиг его поймешь. А знаешь, Нему, будь мы в другой вселенной, я бы предложил тебе сбежать вместе со мной. Мы бы отправились на поиски твоего потерянного я. Ты бы согласился? Кстати говоря, есть такой момент, такой, так скажем, романтик, кто это видит тут. Честно говоря, скажу так, там новая глава вышла, я услышал, что все бомбанули, чисто потому, что авторы стремительно нафиг либо разрушили типа каноничный шип. Там они даже объявления выставили. Скажу честно, я очень, ну знаете, тут пожать плечами, потому что такая же ситуация из Тани Бани, потому что все бомбят из-за шипов, потому что чаще всего Антона шипят с Алисой. Ну вы понимаете, как кто она такая, я за фил, мне лучше лису подарить, черчача. Вот так и тут. Честно говоря, лучше либо как сделать. Просто блин не обращать на это внимание и продвигать свой сюжет. Если вы не планировали делать романтическую, так скажем, какие-то намеки, сделали просто случайно какие-то намеки на романтику или люди их сами себе придумали, то незачем на них отвлекаться и просто делать свой делать игру без всяких проблем. Если вы не будете на это реагировать и просто сделайте продолжение пути Дорис и застопорите именно ветку Якова на дружбе. Просто наконец-таки зарождающейся крепкой дружбы без всяких подозрений и верно вот такой вот чтобы Яков наконец-то переборол свое неверие в нас. Он переборол за все эпизоды к нам свое неверие. Вот так закончить всяких объявлений чтобы не намекать что ты специально вы буквально специально взяли и приписали сюда дополнительную любовную линию и уничтожите например отношения с Яковом как многие говорят что они уничтожили их и просто сделали какими-то топорными если они так сделали то честно говоря я реально разочарован просто серьезно если бы они реально не делали там посты в своем вконтакте в в в группе с тем почему якобы именно и нему не могут быть вместе и так далее и тому подобное было понятно вот никто бы к ним не прикапывался а все те кто прикапывались бы просто могли получить легкий нормальный ответ авторы сами так историю видели они никак не высказывались насчет шипов возможно они видели историю именно такой именно с таким финалом и с такими шипами а уже шипить других героев с другими вы можете когда хотите так же как и с алисой авторы никак эти шипы не комментируют и правильно делают серьезно люди могут бомбить из-за них это реально это как правило 32 в любом фандоме шипы будут везде где бы вы ни пытались даже черт возьми вы понимаете уже какие шипы там могут быть любые и ничего вы с ними не сделаете я снова растерялся якобы ожидательно изогнул прячу смущение я кашлянул в кулак почему ты предлагаешь это именно мне мы два знакомы яков отвел глаза мы же теперь союзники ты поверим ты поверил мне а я тебе возможно возможно буду стараться верить тебе а я возможно буду стараться верить тебе я не понял его но переспросить не хватило смелости яков вдруг выпрямился в полный рост и обхватил мое лицо ладонями и начал пристально его рассматривать я не шевелился но чувствовал как щеки стыдливо впылают блин вот знаешь нема кое-что в тебе остается лицемерным ты о чем твое лицо внутреннее содержание не соответствует внешности для такого серьезного характера у тебя чересчур милая личик яков усмехнулся и отпустил меня и взял в руки револьвер не произнося больше ни слова он быстро вышел из костельной дать взял и засмущал я выглянул в окно рассветало все получилось как в сказке первые лучи солнца вернули проклятие и едва заметные трещины на маске якова снова срослись не оставив на гладкой поверхности ни следа я нахмурился и некоторое некоторое время сердиц смотрел на закрытую дверь ветка тихо постучала в окно и отвлекла меня от путанных мыслей после разговора с яковом я успокоился словно разделил с ним ответственность я больше не был один хотя он все еще не доверял мне а я ему мы с яковом теперь будем расследовать преступление вместе не развал не развалится ли наш союз завтра никто не знал не развалится ли наш союз уже завтра никто не знает я запер дневник на ключ тихо вышел из костельной и на цыпочках пробрался в спальню яков еще не вернулся одеяло свисало с его кровати почти касаясь моей я тихо вернул вольфгангу вольфгангу дневник одел ему на шею ключ и залез в постель все крепко спали я уставился на каркас кровати якова меня одолевали надолевала назойливые мысли и долго не получалось от них избавиться я то зажмуривался и представлял тело убитого кто пытался структурировать известные обернальде шульце факты обернальде шульце факты кто просто старался думать о чем-то посторонним бесполезно мысли о побеге вместе с яковом не давали покоя нет я не дезертир и никогда им не был а потом задумался смог бы я в самом деле согласиться на предложение якова удалось удалось бы удалось бы нам что-то узнать обо мне ответа не было когда комнату завалил оранжевый красный свет восхода меня наконец сморил сон я плохо запомнил что снилось памяти запечатлелось только как передо мной стоял выбор купить ли себя ради прошлого либо смириться и жить ради будущего продолжение следует а вот он и четвертый эпизод до превью 3 а не третий эпизод превью ну давайте посмотрим в следующем эпизоде фагнер нахмурился вытащил из ящика написанный лист бумаги с моей фотографии бросил его на стол и прихлопнул ладони я знаю кто ты я знаю кто ты тебе грозит расстрел я знаю что здесь находится нему то наше умолчание не поможет делу мы так и будем сидеть в заточении постоянно чего-то ждать у тебя есть другие предложения да выступить против или использовать небо сэм невесело посмотрел на меня наши люди не так простые как кажется вокруг отступников много выдуманных фактов я протрогал отверстие пальцем а потом получив подумав прим примкнул к нему глазом комната еще одна но чья ив как в нее попасть из коридора невозможно разве что дверь спрятана заключенный зачем ты сюда вернулся сюда смысле в тюрьму нет к черным отступником ты хоть понимаешь что произойдет если ты хоть понимаешь что произойдет если кто-то обнаружит рядом с домом Лена черного отступника это укрывательство нас расстреляют мы будем осторожны о какой осторожности ты говоришь мы уже не осторожны Ганс положил руку на плечо Элиаса и со всей серьезностью посмотрел на меня не извиняйся Элиас не может нас осуждать ведь он никогда не был в нашей шкуре Яков ухмыльнулся я тоже многое чувствую тебе есть нечто особенное я хочу сказать что мы забыли о своей человечности да он наш враг но это не значит что мы можем издеваться над трупом никто из нас не знает как правильно скрывать тела получается мы просто искромсаем его ради сомнительной цели чего ты хочешь Лен эпизод эпизод номер 3 охренительно А вот оно и начало третьего эпизода остановимся тут давайте так прям начало третьего эпизода так и остановимся идеальное место скажу прям не знаю это музыка прям и эти нам такие превьюшки к каждому эпизоду довольно приятные наводят кучу вопросов но пока что ничего говорить не буду так как это просто отрывки фраз фиг пойми что они означают но одно я понял точно что нас захотят использовать наши товарищи либо там Яков им расскажет о том что мы в союзе либо это они сами именно буквально нам в лицо уже скажут без ведома Якова ну там при там уже диалог был Яков тоже спрашивал что они будут делать ну ладно надеюсь вам понравилось продолжим уже следующей серии ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение пишите комментарии предлагайте игры для прохождения критикуйте говорите что не так а что так буду рад сам поболтать и узнать что нужно улучшить в самих видеороликах заглядьте в описании там будет ссылочка на мой дискот сервер и вскоре еще на кое чтобы появится интересная ссылочка я уже в следующих выпусках если я успею ну мне хватит времени я успею к ним закончить работу ну кое чем интересным появится еще кое что и не забывайте как я уже говорил ставить жать на кнопочку подписаться на колокольчик и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся